Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очень известную партию третьего чемпиона мира Хассера Уля Капабланки, которую он сыграл 1 января 1935 года в Гастинсе. Капабланка играл черными против венгерского шахматиста Андора Лилиенталя. Ну, в принципе, можно говорить Андора, можно говорить Андре. Это оба правильных варианта. Эта партия получила широкую известность потому, что в кульминационный момент один из соперников, игравших в этом поединке, неожиданно пожертвовал Ферзя. Действительно, в партиях экс-чемпиона мира такое встречалось не очень-то часто. Сам Капабланка больше прибегал к позиционным методам борьбы, но здесь налицо тактические нюансы. Лилиенталь начал партию ходом Д4, далее КФ6, С4, Е6, КЦ3, СБ4. Защита Немцовича, белые играют А3, черные размениваются на С3, далее Б6. Белые играют Ф3, с идеей построить пешечный центр путем Е2, Е4. Черные этому препятствуют ходом Д5. Белые связывают коня ходом СНЖ5, Х6, СНЖ4, СНЖ6 и в этой позиции белые играют Е4. Следует отметить, что эту жертву пешки впервые годом ранее в том же кастингсе применил Александр Олегин в партии против Элисказеса. Очевидно, что принимать жертву довольно опасно. После взятия на Е4, дальше Ж5, СНЖ3, КБЕ4, белые могут пойти СНЕ5 и в дальнейшем СНД3, ФСЦ2. В итоге черные, ослабив свой королевский фланг, получают довольно опасную позицию, потому что белые имеют виды на атаку. Поэтому СНБЦ4 пошли здесь черные, СНБЦ4 со стороны белых, ДЦ, ФСА4. Здесь, конечно, жертвы пешки не происходят, потому что белые сразу ее отыгрывают. После ФСД7 Лилиенталь забирает пешку на С4 и в упомянутой партии против Олегина Элисказес черными сыграл КЦ6. Далее было КЕ2, КА5, ФД3, ФСЦ6 и рокировки на разные фланги. После ладья АБ1 белые получили определенную инициативу, но все-таки Элисказес сумел сделать ничью. В нашей же партии Капабланка, верный своему стилю, предлагает размен ферзей, но белые отказываются, имея в виду использовать свой сильный пешечный центр для атаки на черного короля. КБД7 пошел Капабланка, КЕ2 сыграли белые, ладья Д8 и далее рокировка. В этой позиции такой ход, как КЕ5, с целью использовать противостояние черной ладьи и белого ферзя, особо ничего не давал, потому что белые отскакивали на С2. КОНЬ под боем нужно отходить и далее Д5. ЕД, КД4, у белых очень опасная инициатива, поэтому всегда осторожны Капабланка, делает выжидательный ход А5. Белые играют ФСЦ2, черный ФСЦ4 и Ф4. Идея белых не только сыграть Е4, Е5, но и попрепятствовать возможности Ж7, Ж5 со стороны черных. Ладья С8 пошли здесь черные, видимо намечая продвижение С7, С5, но белые первыми начинают активную борьбу и играют Ф5. Далее следует ход Е5, ДЕ и это критическая позиция данной партии. Впоследствии Макс Эйва указал на возможность ФСЦ5, это шаг и дальше можно на Е5 забрать Ферзем. Правда после слона Ф2, Ферзь Е5, слон Д4, черным все-таки приходится бить на Е4. После размена теряется пешка на Ж7, на ладья Х7 или ладья Ж8, следует Ф6. Черная ладья, конечно, находится в очень опасной позиции, но и белые получают определенный перевес. Заслуживал внимание ход Конь Бьет Е5. После Конь Ф4, следует Конь ФД7, ладья АД1, короткая рокировка и Конь Д5. У белых есть хорошие возможности Конь Е7 с выигрышем качества, а также Ф5, Ф6 довольно опасно. Но все-таки сюда нужно было идти Капабанке, а третий чемпион мира сыграл Ферзь Бьет Е4. Он снова предлагает размен Ферзей, и кажется, что белые здесь уже отказаться не могут. Но на самом деле, Леонталь здесь задумал очень интересную жертву Ферзя, которую и реализует ходом ЕФ. Мотив жертвы – использование неудачной позиции неприятельского короля и неразвитости черных фигур. Решающим средством атаки является вскрытие линии Е. В отличие от многих подобных жертв, первый шаг черный король получает только через 4 хода. Это слова самого Леонталья, приведенные в книге, посвященные его творчеству. Ну и черные не имеют возможности отказаться. Конь съеден, поэтому нужно бить на С2. ФЖ играет белые, нападая на ладью, та отходит на Ж8 и конь Д4. В распоряжении черного Ферзя множество полей, но ни одно из отступлений не дает черным хорошей игры. Например, если сыграть Ферзя 4, то дело кончается матом черному королю. Ладья АЕ1 нужно отдавать коня. Король Д7, ладья Д5, король Е8 и ладья Е1. Это мат. Если отойти Ферзем на поле С3, забирая пешку, то похожая ситуация. Ладья АЕ1, конь Е5 забрали, король Д7, теперь шаг с поля Е7. Король Д6, конь В5, вилка и белые побеждают. Также плохо отходить на Д2, потому что следует похожая атака. Ладья ФЕ1, также забрали коня. Король Д7, ладья Д5, король Е8, ладья Е1. Приходится забирать на Е1. Но здесь преимущество белых также решающее. После ладья бьет Ж7, ладья Е5 шаг, король Ф8. Слон Д2, нападая на фишку. На ладья Е8 проще всего отказаться от размена ладей, сохраняя грузу взятия на А6. И белые постепенно побеждают. Поэтому черные решили сыграть ферзь Е4. Капабланка буквально сразу отдает своего ферзя обратно. Белые связывают его ходом ладья АЕ1. Конь С5, взяли-взяли ладья Е1. Конь также теряется. Черные забирают пешку на Ж7, ладья бьет Е4. И здесь Капабланка, сыграв король Д7, с улыбкой протянул руку Лилиенталю в знак сдачи партии. Действительно, после очевидного ладья Е7 шаг, король Д6 и Ф6, Черные отходят ладьей, далее следует слон Ж3, пешка на С7 теряется. И белые постепенно побеждают. Вот такая замечательная партия в исполнении Лилиенталя и Капабланки. Впоследствии третий чемпион мира сумел взять убедительный реванш, выиграв отличную позиционную партию у Лилиенталя в Москве в 1936 году. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. А также оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.